В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Взяли сейф и угодили за решетку. В избирбаши молодые люди украли из салона красоты 727 тысяч рублей. Все в одном. Тренажеры, бассейн, конференц-зал, спортивная арена. Председатель правительства осмотрел строительную площадку Дворца спорта в Дербенде. Экономично и экологично. Делегация Минэнерго Республики проверила ход работ на Южно-Сухокумской солнечной электростанции. Домой с золотом. Трое дагестанцев выиграли золотые медали чемпионата России по греко-римской борьбе, который проходил в Суздале. В Тлеротинском государственном природном заказнике обнаружены мертвыми более 60 горных туров. Причина массового падежа пока неизвестна. Специалисты говорят, что речь не идет о чьих-то попытках отравить животных. Нет и признаков физического насилия. По их словам, это похоже на заразное заболевание. Практически у всех туров наблюдаются следы предсмертного жидкого стула. Образцы внутренних органов животных отправят в Москву для анализа, который проведут эксперты Росельхознадзора. Горные дороги в Дагестане завалило снегом. Дорожные службы республики ведут работы по расчистке муниципальных и межрайонных дорог для беспрепятственного проезда машин. Уборка снега идет на участках дороги Тлерота-Камилух, подъезд к селу Колоб в Тлеротинском районе. Цуриб-Гачоб в Чародинском районе и Уркарах-Харбук-Урари в Дагадаевском районе. В Избирбаши украли деньги из салона красоты. 727 тысяч рублей составил куш молодых людей 18 и 19 лет. Как сообщает пресс-служба МВД, один из них ночью проник в салон красоты, вскрыл несколько сейфов и похитил деньги. Двое подельников дежурили снаружи. Сейчас полиция ищет третьего соучастника преступления. Мы проезжали, остановились. Там написано было магазин детской одежды. Там еще была дверь, я ее взломал ради интереса. Зашел, там оказался какой-то салон. Потом зашел внутрь помещения. Походил по комнатам, нашел сейфы, сломал. Потом в другой комнате нашел сейфы, сломал. Дорожил крупную сумму и убежали потом, как я ее взял. Сколько всего вы украли с магазина? Ну, точно, я с вами не помню, мы не считали. Кто с вами находился? Ваши подельники? Ну, двое человек и один водитель, один так. Они какое участие принимали в краже? Они понимали, что как бы последить просто запаливали. Он хотел зайти в магазин, украсть деньги. Я сказал, я туда не буду заходить, что-то делать. И так же мой друг остался со мной рядом. А вот друг на друга пошел, залез, забрал деньги, пришел. Сел в машину ко мне. Мы поехали. Я мне дал 70 тысяч и моему другу 70 тысяч. Еще одна кража, но герой следующего материала оказался менее алчным. В одном из кафе на улице Буйнакского в Махачкале из сумки посетительницы были похищены ювелирные украшения на сумму 6 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель столицы республики. В содеянном он сознался. Следствие проверяет обстоятельства произошедшего и возможность причастности мужчины к аналогичным кражам, совершенным ранее. Председатель правительства Дагестана Абдул-Патах Амирханов посетил Дербент. В рамках визита совместно с депутатом Госдумы Хизрия Бакаровым премьер-министр региона осмотрел ряд строящихся в городе объектов. Тему продолжит моя коллега Сельма Напова. Дворец спорта будет иметь округлую форму. Предполагается возведение четырехэтажного здания с подземным паркингом на 150 мест. Первый будет состоять из спортивной арены на 2500 мест, бассейна и конференц-залов. На втором разместятся тренажерные и тренировочные залы. На вторых-четвертых этажах будут расположены гостиничные номера, а также ресторан на 180 мест. Нашего земляка Абдула Амирханова ему большое спасибо. Он безвозмездно ее передал городу. И вот благодаря ему у нас сейчас на этом участке появится самый лучший спорткомплекс, где будет и бассейн, и гостиница, и футбольные поля, и эксплуатируемая крыша, и сразу получается с той стороны набережная. Далее делегация посетила парк имени Низами Гандживи, где строится один из самых больших фонтанов. Представитель подрядной организации рассказал, что уже завершена внутренняя облицовка объекта. После 15 февраля рабочие приступят к наружным работам. Площадь фонтана состоит 5000 квадратных метров, и он будет состоять из внушительного лабиринта и масштабного обводного экрана. «Значимый проект как для республики, так и для всей России. Мы правильно сказали. Чем больше здесь будет красоты и удобства, на самом деле поток туристов тоже величество. Но в первую очередь это для местного населения, для наших дагестанцев. Спасибо первому Стамбеку и городу, и всем, кто рабочим, которые здесь заняты сегодня». «Вопрос стал по инженерным сетям, электричество и вода. Электричество тоже подключили. В принципе, те работы, которые подрядчик должен сделать, по оборудованию проверить это оборудование, они могут уже приступить. И по воде тоже, водоснабжение тоже есть на территории парка». Продолжаются в Дербенте и подготовительные работы по строительству еще одного важного городского объекта – канатной дороги. Мэр Дербента Рустамбек Пермагомедов добавил, что в апреле завершается проектирование канатной дороги. Гости также осмотрели умную остановку по улице Тагиева. В городе таких уже установлено 11. В них предусмотрены кнопки вызова 112, система интеллектуального объединенного наблюдения, климатическая система для обогрева зимой и кондиционирования летом, доступ к Wi-Fi, а также возможность подзарядки мобильных устройств. Асель Манапова, Даут Гасанов, новости ННТ Дербент. А вот строительная работа первой солнечной электростанции Дагестана выполнена на 90%. Делегация Минэнерго Республики проверила ход работ на Южно-Сухокумской СС, возведение которой началось в июне прошлого года. Объем частных инвестиций составил более 1 млрд рублей. Регион, по мнению профильного в Рео-министра, имеет природный и экономический потенциал для внедрения солнечной энергетики. Это повышает надежность и качество энергоснабжения и снижает потери в электросетях. Каспийский роддом готов к приему пациентов после капитального ремонта. Сейчас медучреждение представляет собой светлый и комфортный трехэтажный корпус, рассчитанный на 90 коек с новыми реанимационными отделениями для рожениц и новорожденных. Готовность лечебного учреждения к приему пациенток проверила комиссия Минздрава Республики. В ближайших планах здравоохранительного ведомства дополнительное оснащение роддома с современным медицинским оборудованием. Капитальный ремонт проводился здесь 2 года. И сегодня это обновленный родильный дом с комфортными условиями, отвечающими всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Этот роддом был для нас большим подспорьем, потому что один из первых он был развернут под оказание помощи ковид-беременным женщинам в первую волну ковидной истории. Затем мы перенесли ковидный госпиталь в другое лечебное учреждение для того, чтобы завершить здесь ремонтные работы и для того, чтобы он мог начать свою работу как родильный дом для женщин города Каспийска. И в тех условиях, которые здесь сейчас созданы, он, конечно, будет межтерриториальным. То есть в ближайшие территории районные женщины могут приезжать, получать квалифицированную медицинскую помощь, родить здоровых детишек в родильном доме города Каспийска. Теперь в Дагестанском гуманитарном институте можно будет получить высшее образование дистанционно. В официальном открытии Центра электронного обучения приняли участие официальные лица, ученые из арабских стран, а также представители научной интеллигенции. Подробнее об этом расскажет Хамзур Магомедов. Мир цифровой техники. Дагестанский гуманитарный институт идет в ногу со временем. Теперь студенты смогут получить здесь образование по всем современным стандартам онлайн обучения. У нас учатся студенты с разных регионов, с разных точек мира учатся, но они не могут связать с пандемией, не могут приехать в Дагестан на учебу, поэтому решили мы открыть Центр дистанционного обучения на платформе Модел. Эта платформа Модел позволяет реализовать федеральный государственный стандарт высшего образования и реализовать учебный план. Официальную церемонию постили члены республиканского правительства. К участникам встречи в режиме онлайн также присоединились ученые из арабских стран и руководители учебных заведений страны. Как отмечают эксперты, дистанционное обучение – это вызов времени. Сейчас такая вот ситуация нехорошая с пандемией, идет ногу со временем, открывает Центр дистанционного обучения. Это очень хорошо, сохраняя традиции своего вуза, он применяет новые практики. Это пользуется спросом, так как большое количество людей в данное время болеет, не может очень находиться на занятиях, не может очень сдавать экзамены. И это очень хорошо, что есть такая возможность у учеников, у студентов. Конечно, тут стирается грань между студентами, они практически друг друга не видят. Можно сказать, что встречаются только на каких-то мероприятиях общих. Но есть и очень хороший формат. Студент может сам регулировать свое время, сам контролировать процесс обучения. И тут уже на студента такая возможность дает более осознанно подойти к учебе. Завершилось мероприятие знаковым событием. Выпускникам магистратуры ДГИ по направлению теология вручили дипломы об образовании. Хамзнур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Впервые в Новосибирск из Республики Дагестан доставили священные реликвии пророка Мухаммада. Выставка проходит в соборной мечети имени Кунта-Хаджи Кишиева уже несколько дней. Ощущение, что ты поздоровался с пророком Мухаммадом, с Аллахом, алейкум, с Алим. Дай Аллах нам всем у источника встретиться с пророком Мухаммадом, с Аллахом, алейкум, с Алим. Чтобы мы все прощены были и зашли в сады рая без спроса, чтобы Аллах нас всех вел туда. Я русская мусульманка. Эти реликвии, какое нам Аллах посылает даже через эти реликвии. Можно сколько узнать благо всего, почувствовать даже это. Огромное спасибо организаторам и нашим братьям, которые организовали эту бесценную выставку для нас. Очень большое спасибо вам, что дали возможность посмотреть на реликвии нашего пророка Мухаммада, с Аллахом, алейкум, с Алим. Не каждому дается такое счастье, чтобы увидеть, окунуться полторы тысячи лет назад, который прошедший. Очень благодарен Всевышнему Аллаху, что дал такую возможность встретиться, посмотреть вещи нашего пророка Азреты Мухаммадом, с Аллахом. Нашу делегацию представляют известные богословы, а также именитые спортсмены. Выставка продлится до 9 февраля. Организаторами мероприятия выступили Духовное управление Новосибирской области совместно с Муфтиятом Дагестана. И о спорте. Трое дагестанцев выиграли золотые медали чемпионата России по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в городе Суздаль Владимирской области. Двукратным чемпионом страны весит до 87 килограмм. Стал воспитанник столичной спортшколы по греко-римской борьбе Милат Алерзаев. Все свои пять схваток махачкалинец завершил досрочными победами, не уступив соперникам ни одного балла. В финале дагестанец разгромил петербуржца Александра Комарова со счетом 9-0. Весит до 72 килограмм. Медаль высшие пробы завоевал Магомед Ярбилов, а в тяжеловесах равных не было Курбану Нажмудинову. На соревнованиях спортсмены представляют Ростовскую область и Москву соответственно. Также в копилке дагестанских классиков по одной серебряной и бронзовой медали. Их обладателями стали Анвар Алахьяров и Шамиль Мусаев. Пауэрлифтер Шамиль Тулпаров выиграл чемпионат России по силовому троеборью среди ветеранов в Екатеринбурге. Награду высшей пробы спортсмен из Эдбрюбаша завоевал в весовой категории до 74 килограмм. Этот успех позволит дагестанцу представить Россию на чемпионате Европы, который пройдет в октябре в Венгрии, и на чемпионате мира в Канаде. Отметим, что Шамиль Тулпаров – президент Федерации пауэрлифтинга Республики Дагестан. Зима с ее холодами и снегом приносит зимние забавы для детей и взрослых – катания на коньках, лыжах и санках. Как только морозы начали крепчать, в Шамильском районе в селе Зиуриб излюбленным местом для всех стал каток. Горцы своими руками изготовили хоккейные клюшки. На свежем воздухе, на настоящем зимнем льду разворачиваются настоящие хоккейные баталии. Смотрите нас на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.